Мужской понедельник У нас в студии гости Сейчас их представим А затем сделаем небольшое отвлечение Я думаю, что наш общий моральный долг Его все-таки сегодня сделать Итак, наши гости Наши гости сегодня Дмитрий Шиляев Это директор Центра современного искусства Галерея Прогресса Где, собственно, состоится чемпионат Добрый день, Дмитрий Михаил Лицарев, историк, декламатор Сооснователь литературного клуба «Борода» Здравствуйте Спасибо К нам еще присоединится, я надеюсь, Светлана Занько Наша коллега, которая участвовала в этих чемпионатах И знает это все не понаслышке И на связи с нами будет идеолог И создатель проекта «Чемпионат России по чтению вслух» Михаил Фаустов Но я думаю, это уже после первых минут 15 Давайте сейчас то самое отступление Сделаем Новость, облетевшая все СМИ Поразившая до глубины души многих из нас Я имею в виду Преждевременную кончину кировского поэта Андрея Жигалина Это случилось в пятницу, 16 ноября В библиотеке имени Герцена был литературный вечер Как я понимаю, друзья уже потом стали писать в соцсетях Андрей выступил, пошел присаживаться И в это время с ним что-то произошло Он упал, потерял сознание Сердечный приступ Да, присутствующие Оказывали, пытались Оказывали, да Первую помощь медицинскую В том числе непрямой массаж сердца Ну там скорая очень быстро приехала Сделать было уже ничем Очень быстро И исход И исход печален Увы Андрею было 49 лет Все СМИ уже написали Часть перечислили Львой регалий Ну очень известный человек Что уж тут добавить И лауреат областной премии имени Грина 95-й год И международной программы «Новые имена» тоже 95-й Финалист Илья премии 2002 Участник областных литературных семинаров Король поэтов Король поэтов 2011 год Это был всероссийский турнир В музее-усадьбе Игоря Северянина Это Вологодщина, да? И дважды чемпион Победитель по чтению «Слух открой рот» Который в Кирове проходил Дважды побеждал Да, два раза Андрей победил И ездил за пределы Кировской области Давайте каждый из нас Все-таки ради светлой победы Памяти человека Выскажется Увы, случилось то, что поправить уже нельзя Я читал, что сейчас Может быть у вас какая-то конкретная информация есть Некий сбор средств организован Помощь семье Михаил, известно ли что-то? Да, есть Даже где-то мне в соцсетях кидали И у меня где-то есть данные Там карты Это уж, я думаю, после эфира Давайте так В общем, Андрей жил один Дело в общем, что как бы, как говоришь, семье Там он остался один И сейчас вот как бы вопрос похорон Да, если среди наших слушателей Есть желающие поучаствовать Помочь в этом благом деле Михаил оставит нам координаты Куда что А мы уже подробно По редакционному номеру 211-101 Потом сообщим Тем, кто позвонит И захочет оказать помощь 211-101 К тому же есть в соцсетях Так что кто хочет После эфира Михаил Я видел на странице в фейсбуке У тебя такой проникновенный отрывок Тоже текст в память об Андрее Да, потому что вы знаете Нас ведь Нас сумасшедших с каждым днём Всё меньше в действительности Сумасшедшим быть замечательно На самом деле Учёные сумасшедшие Поэты сумасшедшие Вообще в принципе Творческая интеллигенция Она такая Она сумасшедшая И конечно же Когда один из нас уходит Это тяжело Тем более для нашего города Где культурная среда В действительности Не такая активная Хоть у нас Проходит куча концертов Куча различных мероприятий Но именно культурная среда Вот таких вот людей Как Андрей Мне кажется Вот только можно По пальцам пересчитать И безусловно Это трагедия И эта трагедия Даже моя личная Потому что Андрей постоянно К нам ходил На мероприятия Литературного клуба Борода Он участвовал В мероприятиях Поэзии и джаз Это был человек С которым всегда Можно было Найти вот что-то А ещё Вы знаете У нас Наверное Три года назад Было такое дело Мы пошли К детям С ограниченными возможностями Здоровья И вот мы читали И Андрей Он Он был добрый человек Знаете Как это высказывание Делает добро А зло всегда успеется И вот Андрей Зла не делал Не успел Он да Не успел Видимо К своим 49 И он делал добро Мне кажется Что когда Ладно там Творческий человек Уходит Ладно там Представитель Какой-то там Творческой интеллигенции Нашего города Уходит Понимаете Добрый человек Сейчас время такое Акулья Такое знаете Если не ты То тебя Да Да Кругом Волки Шакалы Питоны Удавы И вот На фоне этого всего Андрей Конечно же Человек Человек Солнца Со своим полетом рук Со своей Неповторимой Подачей Материала Да Да С материалом Тоже неповторимым С материалом Да Особенно там Про всякие Химкостюмы Да Про всякие Химкостюмы И когда Вот Я просто очень помню То мероприятие Вот у детей Потому что Знаете У меня есть такая Особенность Я всегда читаю Стихи Глядя на человека С одной стороны Ну это очень сложно На самом деле Когда ты видишь Его глаза Когда ты заглядываешь Ему в душу Так скажем И я-то помню Мы как-то с Андреем Вышли после этого Мероприятия Он плачет И я плачу И вот мы с ним вдвоем Как два дурака Стоим и плачем Вот потому что Почему дурака Это человеческое Принимать близко к сердцу И переживать так Что все вокруг меркнет Да Конечно Но вот опять же Да вот к тому Что добрые люди В рамках нашего времени Это воспринимается Как уж Прошу прощения Как вот дурак заплакал Вот Поэтому конечно же То что То что случилось Это Это безусловно Трагедия И Мы скорбим С теми близкими Кто есть у него Дмитрий Да Светлые воспоминания В память об Андрею Я бы говорить только правду Сейчас мимо Герценки шел И понимаю Что Как бы часть эпох И часть истории Канула В нет Потому что Для меня Андрей Был лицом Герценки Потому что на всех мероприятиях Которые проходили Где-то у нас За пределами нашей площадки Андрей всегда очень громко Рекламировал все события Которые там Делают это чистого сердца И мы всегда знали Что происходит В Герценке И вспоминали о том Что есть прекрасная библиотека Ну в связи отсутствия Как бы свободной времени И хотели туда попасть Знаете Когда уехал Борис Павлович Часть эпохи Откололся Тут и перестал Усуставать Важное и ценное Для меня По крайней мере Когда ушел Андрей Жигарин Тоже собственно Как бы очень ценно И важное Что-то откололось Ушло Потому что эти люди Они ориентировали нас С прицелом в вечность Да Я понимаю Что нужно Как бы заниматься Рутинными делами Все мы это делаем Безусловно Каждый день Но Эти люди Они расставляли Ориентир в вечность То есть Они не давали нам Забыть о том Что есть другой мир И он Очень важный Под названием Жизнь Жизнь Это то что Мы начинаем ценить Это каждый В последнюю Как бы минуту Своей жизни Как бы К этому каждому Представить И они помогали нам Не забыть Об этом состоянии Важном При жизни Что очень важно Андрей Жигарин И Борис Павлович Андрей ушел И Я говорю что Борис Дмитриевич Давайте пожелаем Долгих лет Долгих лет жизни Борис Павлович Переехал В смысле Я бы хотел Для меня Как бы Уровень Потенциал этих людей Он одинаковый Просто Борис Павлович Тирех Театр А Андрей Жигарин Тире Литература Поэзия Я Я хотел бы еще уточнить Что перебиваю Что Андрей был Двухкратным чемпионом В фестивале Откроют Невозможно было ему Не дать премию Участвовали Жюри Михаил Андреянов Саша Королевский Все На оценке Ну Шли в сторону Андрея Жигарина Буквально минута У нас до паузы Небольшой Я к сожалению Не в курсе Напомните Великое ли наследие Которое Андрей После себя оставил Издавался ли он Насколько активно Издавался Издавался Да То есть можно найти Книги в библиотеке В том числе Это все есть Оказывается Андрей были Проблемы с сердцем Ни разу Не обманывался Ни разу Не показал видом Настолько энергичный Поэтому удивительно И очень странно Никогда Человек не жаловался Повладал Просто ярчайшим Потенциалом Жизненно Я вот Насколько помню Андрей знал Порядка То ли 500 То ли 600 То ли 800 Вообще стихов Наизусть То есть Ну человек Это как бы Такой прямо Стихотворный Полигод И конечно же Я не знаю Это такие Такие цифры Я там порядка 100 знаю Да это и то Как вы знаете Иногда Что-то там забываешь А он Слушайте Михаил Не забывайте Что это Постоянный был Победитель Наших пятничных Викторин Который Не только Там Извини знал Сколько-то Сотен стихов Он просто был Очень эрудированный Безумно эрудированный Абсолютно В разных Сферах жизни Различных Сверх Ну что друзья Я думаю Будет оправданно Сейчас Ну такую символическую Минуту молчания Устроить Буквально Несколько секунд И мы Уйдем на паузу В память Ом Андрея Жигалини Спасибо Пауза Продолжается Мужской понедельник У нас в гостях Дмитрий Шеляев Директор Центра Современного Искусства Галерея Прогресса Михаил Лицарев Историк Соснователь Литературного клуба Барода И мы говорим Сейчас о чемпионате России По чтению вслух Открой рот Состоится он 22 ноября В нашем городе Непосредственно В галерее Прогресса 20-30 Начало К нам присоединилась Наш главный редактор Светлана Занько Которая однажды Участвовала в чемпионате В каком году кстати Светлана В прошлом Да Потому что такая пауза Участник чемпионата 2017 год Четвертого чемпионата Для понимания Да я сейчас расскажу Мы об Андрее Жигалине Сейчас говорили Мы не могли просто Этого не сделать И вот сейчас Непосредственно Вот только сейчас Переходим к чемпионатам Открой рот У нас на связи Чуть позже будет Михаил Фаустов Идеолог Создатель проекта Чемпионат России По чтению вслух Открой рот Или он уже Нет Пока нет Давайте мы сейчас В двух словах О том что у нас будет В городе происходить Да в обозначенное число В чем суть чемпионата А потом свяжемся с Михаилом Суть На правах хозяина Дмитрий Вот Аня уже стучится А уже есть Хорошо Пусть сам идеолог рассказывает Михаил Фаустов У нас на связи Михаил Добрый день Здрасте Да здрасте Рады приветствовать вас В прямом эфире Чувствуем вы Бодрячком Что называется Мы хотим знать Чтобы донести это До наших масс слушателей В чем суть Чемпионата России По чтению вслух Открой рот Как это все зарождалось Какие цели Задачи туда вкладывали На кого это рассчитано Вот пожалуйста Такую справку нам дайте Сейчас проходит Уже восьмой год Появился он В Новосибирске И сейчас Проходит Более чем В двухстах городах России И В нескольких В зарубежных городах А что за точка была В Новосибирске Где это Где зарождалось Очень важно понять Что это за учреждение Кому на ум пришло вопрос Это не учреждение Это Там есть такое заведение Называется Бродячая собака Там Там я сидел Скажем так Ничего не делал И возникла эта идея И она была реализована Собственно все Ну давайте мы все таки поймем Что есть Бродячая собака Это клуб по интересам Какой-то Или что И почему вы там Именно сидели Это Знаете Это такой Кабаре Кабаре Место куда люди приходят Отдыхать душой В том числе Да Вот И вы однажды Бросили клич Ну да В общем бросил клич И уехал Как ни странно В Киров И на первом Открывайте Меня не было Я наблюдал Сидя в одном Присутственном месте В режиме Видеотрансляции Как раз Это было в Кирове Я был в Кирове Открывать Проходил первый В Новосибирске И в общем Потом это все Начало С определенной Скоростью Расползаться Специально нарастающей Скоростью Расползаться по планете Ну и Расползаться и дальше А расползание Это благодаря чему Происходило Вы занимались Специальной раскруткой Как это принято говорить Нет Знаете Расползается Оно всегда само Без особого Постороннего влияния Со стороны организаторов Ну В общем Мы старались Единственное Что контролировать Этот процесс Чтобы расползалось Не бесконтрольно А Как-то так Вот Правильно А вот все Эти определенные Правила Были проработаны И так далее Это все Вы занимались этим Да Да Конечно Все правила Были придуманы Примерно минут за 15 Это вот тогда же В Новосибирске Да И с тех пор Они только Совершенствуются Ну давайте Напомним Эти основные правила Основные моменты Вот эту череду Согласно которой И происходит Соревнование Чтецов Или вы называете Их чичики 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 Организаторы Заранее готовят Тексты Прячут их От посторонних глаз Ну и участники Выходят И по очереди Читают отрывки На протяжении Минуты Жюри оценивают Их выступления Как В фигурном катании За технику И артистизм Стоят оценки Потом выбирается Лучший Из лучших Выбирается Самый лучший Одним предложением Это все рассказать То В общем Наверное все Участвовать может Любой желающий И участие Абсолютно бесплатное 18 плюс Других ограничений Нет 18 плюс 18 плюс Все таки 18 Есть детская версия Под названием Страница Это примерно Все то же самое Только Для детей От 14 до 18 лет Сейчас проходит Чемпионат По чтению Страница 19 Он по-моему Тоже в Кирове Проходит Да В Грина В библиотеке В сети Грина Да Да А судьи кто? Знаете Судьи Бывают разные Я Не могу сказать Что будет конкретно В Кирове Лучше спросить В галерее прогресса Где уже Традиционно На протяжении Многих лет Проходит И Там Какие-то Хорошие люди Не-не Я имею ввиду Изначально Концептуально Что заложено Кто должен Кто должен Получить право Судить людей Вы знаете Мы Мы Экспериментировали С разными Совершенно Видами деятельности Людей Которые Судят Открыл Рот И Тут На выбор Все что угодно Начиная С Там Писателей Художников Артистов Кончая Политиками Чиновниками Ну то есть Это все на выбор Собственно того региона В котором проводится Вот такое Это выбор организаторов Конечно Выбор организаторов А потом уже Когда они едут На главные соревнования Там кто А там выбор Мой Ага Хорошо Еще вопрос Что дает Это человеку В моральном В творческом смысле В материальном В конце концов Это лучше Спрашивайте Тех Кто участвует Потому что Мы Изначально Не закладывали Весь Весь Орг Комедия Открыл Рота Никогда Жизнь не закладывала Проект Никаких серьезных Целей Потому что Это изначально Было очень Несерьезное Веселое Мероприятие Из которого Получился Большой Серьезный Проект Который Охватывает Все больше И больше Территорий Ну и Это хорошо Люди читают Книги Это здорово Самое главное Последний вопрос Как вам видятся Перспективы Данного проекта Раз уж вы его Так назвали Ну как Бесконечность Бесконечность Михаил Где будет финал В этом году Я добавлю Если можно Немножко Может быть Во в топ В нашей теме Я буквально Сегодня узнал О том Что Неоднократно Участник Открой рота И чемпион Кирова Андрей Жигалин Скончался Буквально Два дня назад Хочу Передать Соболезнования Всем его близким Он очень хороший Человек был Да Увы Это случилось Спасибо Мы знаем Где финал В этом году Спасибо Миша Можно как раз Спросить Миша Добрый день А где финал Будет в этом году Это Дмитрий Шиляев А все Алло Миша Скажите Добрый день А где будет финал В этом году На красной площади Как обычно Как обычно Сердце страны Спасибо большое Спасибо Михаилу Фаустов Идеолог Создатель проекта Чемпионат России Почтение вслух Открой рот Или открой рота Можно и так и так Открой рот Или открой рот Хорошо Ладно Давайте что будет происходить У нас Подробностями Наделим Само событие будет 22 числа В 19.00 Вход свободный Для участников Обязательная регистрация На сайте Вот и все Сайт какой Сайт галереи Или сайт Сайт не галереи Прогресса Есть в соцсетях И в фейсбуке И вконтакте Встречи Там собственно Главный год Не перепутать Потому что мы Делаем это мероприятие С 2014 года 2014 года Открой рот 2018 Открой рот 2018 Галерея Прогресса И все Подробности Там написаны Зарегистрироваться На сайте Чтобы мы понимали Сколько будет участников Сколько книг готовить Ну и в том числе Кто книги готовить будет А книги готовят Ну в смысле По-разному За период времени Готовились Один раз Или два раза Миша не присылали книги Соответственно И он Нападал на нашу полку И спонтанно Начинал выбирать Что как бы Более-менее подходит Но он сказал Какая у вас хорошая полка Потому что Когда был первый чемпионат Когда в первый раз Не пришли книги Один порвал книжку Чичик Порвал в смысле В сердцах Не считается Второй краснел Третий бледнел Но все потом Как бы после этого Через две недели Они поблагодарили Почему? Потому что Ну как бы У нас есть Собственно Архетип У каждого Который нам не позволяет Шагнуть дальше Чем можно Собственно И вот в этот момент Благодаря этому чемпионату Люди читали Определенные книги И они переставили Научились говорить вслух Некоторые слова Барьеры Границы И они говорили Я стал человеком Я стал тем Кем я хотел быть Ну на этом этапе Ну как бы Люди уже регистрируются? Да Сколько примерно сейчас? И сколько вы готовы будете Вместить? Я сейчас точно не могу сказать Ну как бы как всегда Это порядка Человек 20 участников есть Чтобы не путать данные А то я скажу столько А придет меньше Это все-таки литература Поэзия В какой раз? В пятый да Уже будет в нашем городе? В этом году будет пятый раз Если сейчас Вспомнить опыт Предыдущих лет Как это происходило? Насколько активно? Ну Я люблю очень Первый чемпионат Тогда как бы Все как бы начиналось Это пока в 14-м году? Всегда наверное Первый Самый любимый 14-й год Чем он так запомнился? Ну было темно И книжки Я говорю что Собственно как бы Стояла гробовая тишина Потому что как бы Были слушатели и чичики Чичики не были готовы к текстам А слушатели как бы У них вяли в уши Вяли в уши? Ну я это слово Как бы уж по-народному говорю Чтобы более эмоционально было понятно А на последующих чемпионатах Что уже зрители подготовленные шли? А на последующие Миша уже редактировал книжки Ааа То есть уже вмешалась Рука редактора Ну собственно Михаил его уже все Не цензура А Барков был что ли на первом? Это на самом деле На правах шутки Не цензура То есть не цензура А вот редактировали уже Просто как бы книжки Я не понимаю В чем смысл редактирования В чем суть? Подбор книжек видимо Подбор на основании чего? Ну чтобы человек не краснел И дара речи не лишался Наверное Для этого А что там такого? А там много что может быть Губерманова Я смотрю книжечку Специфические термины Вот такое построение Вы же знаете что У нас постепенно все меняется На самом деле Возникает определенный Как бы цензурирование Проектов И так далее И тому подобное Поэтому Сейчас по другому Вы знаете Я как-то уехал Михаил Лицарев Я как-то уехал на юг На свадьбу На свадьбу На свою? Нет Нет Слава богу На юге нет На армянскую? Нет Не на армянскую И мне как-то в руки попался А я остался один Дома Все куда-то проезжались Я проснулся позже всех И мне в руки попался Какой-то эротический роман Русский И я вот его стал читать И вы знаете Там не было ни слова Мата Но каждый раз Когда ты вот читаешь Вот что-то Я не то что краснел Я-то ведь не из скромных Но я так краснел Мне было так неловко Я перелистывал страницы Я говорил Все, Миша Я не могу больше читать Но я все равно продолжал читать Понимаете Но не постоянно было неловко А тут представьте Если стоит там человек Тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят И кому-то попадается Вот что-то как раз Вот такое И ты вот это все читаешь Тебя сумственно Ты при этом еще понимаешь Что люди на тебя смотрят Да И они это ассоциируют Именно с тобой Там интересно Что собственно Вот да Эротика тоже была Конечно же Куда без нее Люди Они вынуждены Понимаете Они же не могут остановиться То есть вот вы можете Допустим Я позволю себе Перелистывать страницы А когда ты на сцене Ты же хочешь победить Ты же хочешь выиграть Собственно Ты понимаешь Что ты остановиться не можешь Но у тебя И перелистнуть не можешь Потому что тебе Вот что надо прочитать Лицо превращается Как будто из пластилина Перестает подчиняться Она сделана из пластилина Из пластика Потому что она окаменеет От прочитанного тобой Как бы сейчас В данном моменте Это вот это Какое-то восхищение Адреналина Вот это настоящее искусство Света Что попалось тебе Нет У меня была другая Совершенная история В прошлом году Дима пригласил меня В качестве члена жюри Ага То есть в качестве члена жюри Да В качестве члена жюри Нас там было По-моему Пять человек И если уж говорить О том Кто там был То например Там был Саша Королевский Он и в этот раз будет Да Насколько я знаю Прекрасный актер Из театра на Спасской Там были Кроме меня Еще журналисты И Вот нас было Пять человек И Я В качестве члена жюри Выступала последней Вот Например Прочитали люди Первое задание прошло Они прочитали Дальше каждый Дальше мы голосуем А дальше Поднимаем Показываем оценки То есть Вот это не скрытое голосование Не тайное Каждый читчик И каждый зритель И слушатель Видит Как голосует Член жюри И поднимаем оценки Показываем залу Показываем читчику А потом мы должны Сказать несколько слов Что мы об этом Обо всем думаем Как прочитали Причем Кого-то можно выделить И как-то сказать И все Все Значит После первой читки Саша Королевский Очень всех хвалил Он вообще же Очень добрый человек Он всех хвалит И поддерживает Следующий человек Встает и говорит Как замечательно Вот это вот все Как прекрасно И следующий Я пятая Значит Я Ну вы меня знаете Я поняла Что надо Что-то сказать Еще ложку дегтя Что-то надо добавить И я Похвалив И поблагодарив Покритиковала И поняла Что видимо У меня такая роль Будет до самого конца Этой истории Что Все будут хвалиться А я буду критиковать И все так Выдохнули И решили Что пускай Зайков А мы будем А мы будем Это делать Но на самом деле Я бы хотела После перерыва Сейчас у нас будет Рекламная пауза Рассказать о своих впечатлениях Потому что я впервые была На этом Прекрасном Мероприятии События Хотя мы каждый раз Об этом рассказывали Но была я впервые И честно говоря Дима тебе скажу Что я очень многих Агитировала нынче Прийти и зарегистрироваться И читать И агитировала Даже Прямо сразу скажу Еще и ребят Которые у нас ведут Открывашку Я просто прости Я просто не обратила Внимание Что 18 плюс И что для детей Отдельная сессия Потому что у нас Образовался пул Наших слушателей В открывашке Которые готовы В этом поучаствовать Они прям хотят Выйти вот не в школе Конкурс чтецов Олимпиада по литературе Вот не это А выйти в свободной аудитории Где сидят в том числе И взрослые люди И как взрослый человек Со сцены Почитать И у меня таких человек Пять Уже собиралось Зарегистрироваться Но теперь им надо сказать Что Наверное Не в этот раз Но прийти послушать Они тоже не могут Потому что 18 плюс Но Тогда нам надо будет Делать отдельную историю Для того чтобы Вот ребята Молодые чтецы Или просто люди Это ведь не для Профессиональных чтецов Это не конкурс Собственно поэтов И не конкурс чтецов Он на другое Совершенно направлен И вот о своих ощущениях Я после перерыва Хотела рассказать Он направлен на самородков Давайте пауза У нас Реклама полторы минуты И мы вернемся Чемпионат России По чтению вслух Открою рот Состоится 22 ноября В галерее прогресса На Горького 5 В нашем городе 19.00 Наши гости Дмитрий Шиляев Михаил Лицарев И Светлана Занько Продолжаем Про эмоции Можно пару слов Представление о жюри Наверное Какое-то сложилось Но вот нынче мы будем Миша будет Лицарев Я Кто еще будет Саша Королевского Саша Королевский Точно будет К сожалению Миша Андреянов Не сможет Да Не сможет К сожалению Жигалин Прийти Андрей Жигалин Должен был быть Жюри С удовольствием На этом вечере Потому что Прежде всего Надо его вспоминать Как человек Который дарил Радость и позитив Безусловный Абсолютный Стопроцентный Я была удивлена Состава участников Но впервые Опять же напоминаю Была на таком мероприятии Там были совершенно разные люди Если Андрей Жигалин Поэт И прекрасный чтец Великолепный презентатор То например Там был Директор И владелец Юридической фирмы И он четко Прошел все Три тура Он читал А надо сказать Когда люди читают Они вот эти эмоции Которые испытывают при чтении Не только вкладывают В саму читку Они еще бывают До этого что-нибудь скажут А потом после Я тут не могу прочитать что-то Ой вы извините Это вообще не мой текст Ну как же так Там три раза заход Потом еще Пытается уложиться время И прочитать Там была И вот этот вот Директор И владелец Юридической фирмы В конце произвел На нас тоже большое впечатление Такой произнес спич Что он поэт Что он пишет Книги И сдает их Он презентовал ее Ну то есть Человек пытается Попытался и сделал это Он раскрылся Была девушка Которая Очень вызвала Такое тоже Такое дружеское сочувствие И понимание И любовь в итоге Потому что Она как-то очень сильно Эмоционировала Рассказывала про какие-то Личные вещи Оказалось что она Приехала в Киров Ненадолго В первый раз Кому-то в гости И не знала Где провести время И увидела Что вот есть Открой рот Зарегистрировалась И пришла Вот просто человек С улицы И она Вот это Своё эмоциональное состояние Которым она была Вот сейчас Вот здесь Вот в этом визите Она весь вынесла На сцену Это состояние Всё вынесла И потом Прямо было видно Что у человека Был какой-то Видимо очень серьёзный Зажим Возможность Какая-то личная история Даже трагедия И за это время Вот когда она Со сцены Через чтение Вот это всё Вынесла из себя Нас не нагружая Нисколько Она вот вынесла из себя Она потом улыбалась Смеялась Благодарила Я внимала всех участников Там была Юлия Янушайта В прошлом году читала Завлить театру Наспасской Замечательно совершенно Были очень-очень Разные люди Я просто хочу сказать Что это мероприятие Ещё раз Не для профессионалов Только Для совсем-совсем Разных людей И с разными целями Туда люди приходят И несмотря на то Что вот Может быть Михаил Фаустов Не сказал Что это Какой-то действительно Психотренинг Некий такой Но всё равно Это очень сильное По эмоциональному Накалу мероприятие Которое даёт Человеку Свободу Выйти на сцену И через вот эти Снятие вот этих зажимов Да Простите Что я стандартными фразами Так говорю Но почувствовать себя Через час Освободившимся Вот открой рот Не зря Открой рот И говори Говори Не запирай в себе Не накапливай Не запихивай В позвоночник Поглубже Чтобы не достать Чтобы потом Не было Этого взрыва Открой рот И говори Говори людям Люди тебя слушают У них есть уши У них есть глаза Они тебя увидят Они тебе протянут Потом руку Обнимут тебя Понимаешь Может быть Не согласятся Но поймут Понимаешь И вот это тоже И это мероприятие На это безусловно Направлено И поэтому Его ценность Просто великая И я бы Кстати говоря Мы очень многие Связаны с образованием У кого-то дети Кто-то сам преподает Понимаем Что именно этого Например Не хватает В наших школах В наших вузах Молодые люди Абсолютно зажаты Да Михаил Вообще В действительности Это ведь Понимаете Это ведь Такая рефлексия Мы с вами Начинаем реагировать На сам текст На само его содержание И в такие моменты Наши эмоции Они зачастую Даже неконтролируемы Когда мы говорим О том Чего нам хватает А чего не хватает В школах Я могу вам сказать Только одно Что у нас ставят Слишком много экспериментов Чересчур много экспериментов И кроме всего прочего Как по мне Ну понимаете Образование должно Каким-то образом Развиваться И для развития образования В первую очередь Нужны различные мероприятия Которые могут Рекламироваться Даже вот понимаете На федеральном уровне Те мероприятия Которые рекомендуют Вот понимаете Должны вот быть брошюрки Как вот есть В нашем правительстве Между прочим Очень много Всяких брошюрок Очень много Всяких брошюрок Я не знаю Открываются они Не открываются Но понимаете Вот некоторые брошюрки С рекомендуемыми Какими-нибудь Мероприятиями Которые там проходят Там тогда-то 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 Вот по крайней мере Для нашего Минобра Безусловно Они как бы должны быть И это же Понимаете Это должен быть Такой симбиоз Когда дети Там чему-то обучаются А вообще По поводу Я просто сидел И когда Володя сказал А судьи кто Я тут уже Как царевич Такой прямо Успел уже Такой-то крючкой Даже так Помахать Вот Ну вот Я как понимаю Света Вот мы сегодня Сегодня говорю В этом году Будем в жюри Вот И конечно же На самом деле Это очень интересно С учетом того Что я вот К примеру Прекрасно понимаю Насколько это сложно Насколько это трудно Вообще читать Вы знаете Даже профессионалы Волнуются Переживать Ну уж я себя Профессионалом Точно не назову Так вот уж Рукой Машу мило Ну вот Относительно Корона сейчас так Зинь Говори Да ну что Вот у нас было выступление В ресторане Ой в ресторане Говорю В Гауди-Холле Как раз 15 лет А в чем разница Потому что Гауди-Холл это внизу Где вот большое Это место А ресторан Я шучу И Как раз 15 лет Эль Танго И вот я помню Перед концертом Перед выступлением Как раз Миша Андрианов Марьяна Узун Из драмтеатра Вот Ну все там ребята Алена Кошкина Там тоже все где-то там Нет Алена не волновалась Все волновались Кроме вот Алена Кошкина Мне кажется Все волновались Я Давно не Вот понимаете И ты этим все равно Как-то заряжаешься То есть Мы волнуемся Как раз Ненормально Когда человек Не волнуется Перед выступлением То есть Кошкина Ненормально Нет Кошкина просто Уверена в себе Женщина И это очень хорошо Для женщины Мне так кажется Вот А мы понимаете Вот мы же Мы же мужчины На самом деле Мужчины самые большие Паникеры Три минуты у нас остается Давайте дальше Еще пару моментов Пройдемся Давайте я просто Подытожу С продолжением Светственного диалога Что на самом деле Если вы хотите Ощутить Новый год раньше И хотите побывать На вечеринке Друзей Ну то есть Не друзей В каком-то чужом Пространстве Или допустим В нашем пространстве А друзей-друзей именно То вот именно События Открой рота Это именно про это То есть Вы получите Кайф неимоверный Не только От участия И это будет Вы будете Вы ждать Как Новый год Каждый год А можно я приглашу Слушателей Нашего культпохода Нашего с вами Культпохода Который на протяжении Уже нескольких лет Выигрывает Огромное количество Книг И предложу Вы же чтецы Все Вы же читаете Предложу прийти Во-первых Вы нас там встретите С нами Сможете съесть Мандаринов И начать Новый год Праздновать Во-вторых Прочитать эти книги Прочитать Задания со сцены И почувствовать себя А кстати Еще очень хороший момент Когда ты выходишь На одну сцену С актерами С теми же Вот актер выше Потом ты И актер ты И все друг друга Принимают Это очень хорошо Одна из победительниц В чемпионате Открой рот Была Глая Соловьева Конечно же И она победила Наша поэтесса Прекрасная К сожалению Не успела на финал Я думаю Что она победила бы В Москве То есть на федеральном уровне Она была второй По-моему Так это произошло В итоге А победитель Допустим Выиграл холодильник То есть все-таки Материальная составляющая Присутствует Организаторы Они же не с юмором Они говорят Ну холодильник-то Вы выиграли Ну везите его Сами теперь к себе А все участники В основном Они не москвичи Так Пара минут Сколько будет победителей Победитель один Финалист всегда один Победитель всегда один Что его ждет Что дальше На Красной площади Он поедет Ну я думаю Что в Казань Как всегда В Казань Сначала в Казань Там еще Окружной У нас округ Да Мы в смысле Часть округа Потом побеждает 200 городов И потом все съезжаются То есть такая структура В город на склад Для участия в финале То есть за холодильником Жоу Москву Да А у нас конкретно Что достанется Победителю Книжки Книжки Ну Восфоноси Написано В этом сезоне То и дадут Да Андрей Шигалин Побеждал И он Знаете Что делал Растаривал Книжки То есть А это ведь не две книжки Это прямо Вот такая Кипа То есть И когда мы Давали свои книжки Я там конечно Ну может я говорю Столько Он говорит Вот столько Восфоноси написано В этом сезоне Нас поддерживают Друзья Литературная премия Ясная поляна Поясните пожалуйста В том году Это было Да Ну в смысле Вот этих деталей Я не знаю Потому что Миша Я знаю Что в этом году На русском языке Оно и было На английском языке Не читали На русском Но классику Английских Шекспира И так далее Да Да В том числе Он был заглавным Ну вот в названии Это как раз И подчеркнуто Что чемпионат По чтению вслух Именно на русском языке Смешно бывает Когда человек берет Научную литературу Он думает Сейчас он будет читать Допустим А там и научная Может попасть в литературу Конечно Профильная научная литература Представляете И начинается Там некоторые слова Еще и Кто-то Читал Украинское произведение Вот на чистейшем Как бы Таким проносом Украинский Украинского языка Я в этом году До приглашения Димы Думала Как раз Поучаствовать Да Просто выйти на сцену И поучаствовать Потому что я вот Род свой В отношении Чтения публичного Со школы Ты не открывала Конечно Хотелось Можно на будущий год Дима А медицинская Литература Там может быть? Может Ну вот научная Это же тоже входит В кошмар У меня Большая советская энциклопедия Надо приносить Справочник по анатомии Просто знаете Если по гинекологии По какой-нибудь попадется Не надо Не будем пугать Потенциальных участников Поминаем дату места проведения Чемпионата России По чтению вслух Открою рот Это будет 22 ноября Четверг 19.00 Галерея прогресса Горького 5 Регистрация на мероприятие Открыта Прямо сейчас Если вы в поисковике Наберете Кира В чемпионат Открою рот Первая ссылка Которая выдается Вы туда заходите И регистрироваться нужно Но для этого Нужно зарегистрироваться Сначала на сайте Сайт называется Biblioring.ru Да Это действительно праздник Это в первую очередь Это праздник Да И мы там будем Спасибо На этом завершается Программа Мужской понедельник Далее у нас Новости Тематические программы И ровно через 20 минут Программа Особое мнение Гостем особого сегодня Окажется Алексей Кузьмин Спасибо